здравствуйте дорогие радиослушатели а в эфире программа политинформания радиостанция народная волна чикаго самая популярная радиостанция на среднем западе сша ее ведущий эдуард брумер и геннадий брумер сегодня я рассказать что чуть-чуть волнуюсь потому что сегодня мы беседуем замечательным российским писателем эссеистом и общественным деятелем михаилом виллером михаил иосифович добрый вечер добрый вечер дорогие братья значит я не общественный деятель я никогда не делал ничего общественного после третьего курса университета я иногда пишу эссе но вряд ли я эссеист и вот уже 15 лет я больше занимаюсь философии чем билетристикой то что если вы меня представите как прозаика и философа это будет наверное правильно но как замечательно написали братья вайнера потом был этот сериал место встречи изменить нельзя у нищих слуг нет открывай дверь сам поэтому ничего если я тоже чуть-чуть представился спасибо большое за приглашение здравствуйте а михаил осич я хотел бы в начале нашей передачи нашим радиоуслушателям представить вашу новую книгу который называется шайка идиотов мы сейчас ее покажем на экраны тем кто смотрит нас на youtube канале тем кто нас слушает а я очень рекомендую эту книгу приобрести почитать почему потому что михаил вели это всегда талантливо интересно и увлекательно это очень хорошее книга так что пожалуйста покупайте все то что михаил вендер пишет а михаил осифович в конце 90-х я прошу прощения вы позволите тогда мне добавить пару слов пожалуйста пожалуйста это процентов на 7 объема моя пестрая длинная трудовая автобиография очень кратко там вот 434 микро предисловия по две-три страницы в основном это о том как социализм зарождался как мечтали о золотом веке что из этого вечно получалось почему из этого не получалось того чего хотели и немного о том что происходит сейчас во что превратились светлые мечты глобалистов 60-х годов и как мы сейчас вы мажемся в бетонную стенку так что можно будет костей не собрать я бы сказал эта книжка про нашу нынешнюю жизнь простите что в лес без спроса я слушаю ваши вопросы готов а в конце 90-х начала двухтысячных годов вы известны знаменитый писатель и ваши романы и рассказы раскупаются и вдруг вы глубоко ныряете в историю россии и вопросы философии у меня такой вопрос это вдруг или вы к этому а у вас был какой-то определенный путь к этому во первых я думаю я придерживаюсь той точки зрения что нет никакой четкой границы между билетристикой которую в новые времена стали именовать собственно литературой истории и философии все это по большому счету литература интересовался я всем этим всегда если начинал я именно с чистой билетристики причем с формальной изощренной модернистской и так далее это совершенно естественно сделать в главном деле что-то такое чего никто не делал и как никто не делал такие были два мои первые сборника короткой прозы хочу быть дворником и разбиватель сердец потом наступила новая эпоха девяносто первый год когда стал очень жалко уходящей натуры и страшно надоели или стенания по поводу того что все ужасно или открывание загашников литературных где печаталась сплошная чернуха как ужасно большевики угнетали народ и страдали белогвардейцы но ребята в жизни кроме этого да это так но есть что-то еще и тогда я написал легенды невского проспекта которые разошлись хитом большим чем я ожидал то есть там у нас сумасшедшие совершенно тиражи сегодня их примерно полтора миллиона распродано в россии для россии это небывалый тираж и так далее тогда же написал примерно при услов условное глупое название приключение майора звягина потому что это и не приключение он и не майор это роман о человеке который все может берет за уши людей и делает это такая помесь и робин гуда с теофилом нортом кто такой теофил норт говорить не буду кусами что не знает а потом уже я написал книгу которую мечтал написать ну с детства буквально все о жизни когда мне было 33 года вот и сейчас передо мной на стене вот эти шесть страниц формата а4 склеенные между собой вертикальными сторонами где написано все содержание этой книги и перечень глав и так далее эта книга о том что более всего интересно любому человеку в общем и целом иногда это называют народной философии это просто философия потому что в русской академической традиции которая восходит к и традиции и немецкого и вывода немецкой классической философии таки такой не человеческий язык не человеческие академические обороты это какой-то такой академический жаргон это воляпюк который трудно читать в отличие скажем от американской традиции где философия как правило написано нормальным человеческим языком почему американская философия мне не сравненно ближе русской, правда, русская отсутствует вообще. Так что все это абсолютно естественно, это делается по принципу. Помните «Воробья любви» Михалкова, есть хочется, худеть хочется, всего хочется. Вот, вот хочется всего. Вот и мне хотелось всего, понимаете? Поэтому я и писал то одну, то другую, то третью книгу, но просто потому, что одновременно писать 3-4 книги невозможно. Михаил Остевич, прочитав легенды Невского проспекта такая ирония, ироническое отношение к советскому человеку. А вот вопрос, советский человек мог появиться только в России или это ирония истории? Как вы считаете? Вы знаете, когда Аверченко издавал новый сатирикон, когда работала Тефи и Бухов, и они писали иронические, юмористические рассказы о человеке российском, но вовсе даже не советском. О Генри писал совершенно восхитительные иронические, юмористические рассказы о человеке американском, а Джером Джером о человеке английском. Ну, понимаете, юмор и рония, это ведь не русские качества, они достаточно интернациональны. Что же касается советского человека, у меня есть в этой книге «Шайка идиотов» – глава про три сорта советского человека, хотя на самом деле их четыре. Понимаете, человек, он же везде человек. Его помещаешь в какие-то условия, сердцевина от него остаётся, а поведение во многом меняется. Прекрасный пример – Восточная Германия и Западная Германия, как они были до 90-го года, или Северная Корея и Южная Корея, они даже роста разного, понимаете, то есть, ну, конечно, влияет политический строй. Я не думаю, что советский человек носил какие бы то ни было специфические социально-психологические черты, кроме разве что одной. Как писал Ишванецкий, замечательный Михаил Михайлович, «Светлая память», браки по расчёту у нас отсутствуют. Чем твоё богатство от её отличается? Это означает, что поскольку подавляющее большинство людей, процентов 90, получали одну и ту же зарплату, вот если мы возьмём время, допустим, года 68-го и год по 85-й, вот получали рублей по 160-180, вся страна, независимо от того, ты учитель, бетонщик, журналист, инженер и так далее. И отношения между людьми были весьма бескорыстные, бескорыстные. То есть, люди могли друг другу помогать за просто так, не считаясь со временем, и вот этот обмен дружескими услугами бескорыстный, который не предполагал обязательно, что сегодня ты мне, я тебе. Вот это была, надо сказать, отличительная черта времени. А так всё было абсолютно то же самое. То, что мозги были зачеканены пропагандой. Вот, ребят, сейчас вы живёте в стране, где тоже мозги зачеканены пропагандой у половины страны. Это дело нормальное. И так что не надо вот как-то педалировать образ Homo Sovieticus. В основном это всё глупости, конечно. Михаил Алексеевич, если смотреть на историю России, то там довольно много мифологии. Как вы думаете, до сих пор это есть? Почему власть в разные времена не хочет вот этой исторической правды, которая, в принципе, существует? Значит, во-первых, история любого народа, написанная самим этим народом, самокомплиментарна. Это раз. То есть всегда свои герои погероичнее, а чужие менее героичные. Всегда наши бойцы дрались в меньшинстве храбро, против большинства врагов и так далее, и так далее. Это относится к французам, к немцам, к кличанам, к американцам, к китайцам и к русским, разумеется, тоже. Это первое. Второе. Вообще любая история мифологична. Наше представление о мире вообще мифологизировано. В основном человек оперирует некими трафаретами, некими усреднёнными образами и величинами. Это относится и к истории тоже. История очень огрубляется, упрощается, спрямляется и так далее, и так далее. Третье. Ну, давно сказано, что история – это политика, опрокинутая в прошлое. Но, кроме того, чем менее свободен политический строй, чем большему ограничению подвергается свобода слова, свобода науки, свобода исследования, тем больше внимания власть обращает на коррекцию историй. По-моему, это Герцин сказал, что российская власть, как проведение с обратным знаком, вечно стремится благоустроить к лучшему прошлое. Вы знаете, вот, по-моему, это совершенно прекрасная формулировка. И вот власть, желая показать, что народ он такой, великий народ он, то народ он, все занимается этой коррекцией, послушайте, это было еще в царские времена, потому что, когда у меня, я сейчас даже не помню точно, в каком, примерно в 2012, наверное, году, не помню, точнее, может, в 2015, вышла небольшая книжка «Наш князь и хан». Это как раз по истории и о мифологии истории. Я задался вопросом простым, случайно, почему Тахтамыш зжег Москву? Что он с этого имел? А когда он Москву зжег, почему Дмитрий Донской, который был великим князем, остался на месте? Потому что наказывали, казнили-то как раз начальников, как раз наместников провинций, князей, городов и так далее. Дальше оказалось, что все не так. Что? Тахтамыш был законным хаем, а Мамай был, строго говоря, полевым командиром и сепаратистом. И Тахтамыш и Дмитрий Донской были союзники, супротив Мамая. А Московия была северо-восточным улусом Орды, улуса Джучи. А Москва хотела уйти в Литву, потому что там было куда свободнее и лучше. А Литва была никакая не Литва. А это было самое большое в мире великое государство славян, колоссальной совершенно площади, более 900 тысяч квадратных километров. И называлось оно Великое княжество, русское, литовское и жимаицкое. И на тот момент основным языком был старославянский, письменность славянская, вера, православие. Вот какая история. Просто была западная Русь, именно Русь, и была восточная Московия, подмонгольская. Вот какая история. Вот так ты ищешь мифы. Но это все было сделано при государе Иване Четвертом, когда вывозились, переписывались и уничтожались все библиотеки в городах, которые захватывали войска Ивана, начиная с Полоцкой. А Полоцк был одно время столицей Великого Российского, Западного, русского, то есть Литовского и жимаицкого государства. А Литовское – это не литовцы, это белорусы. Вот какая история. Так что фальсификация началась еще тогда, чтобы показать единство. И единство, которое возникло на Куликовом поле, это полная фигня, это все фальсификация. И вообще до 1917 года, вот начиная с 1800, какого? С 1800, да? Я сейчас забыл, в 800 или нет, был убит заговорщиками император Павел I. Прошу прощения, сейчас не помню, а вдруг в 804, а вдруг нет. Вот в 99-м поход был еще при Павле. Короче говоря, он умер от кашля и от геморроидальной колики, потому что нельзя было говорить, что он был убит. Вплоть до 1917 года, стало быть, до отречения династии. Ну, а уж в советские-то времена, боже мой, архивы, которые не будут открыты никогда, потому что они уничтожаются и уничтожаются. Разве можно говорить, отчего умер Ленин? Разве можно сказать, что Троцкий был вождем номер два, а в чем-то они делили первое место? Разве можно сказать, что не было никакой борьбы за власть между Троцким и Сталиным? Это все выкладки идиотов. На самом деле, по болезни смерти Ленина, политбюро, это были три еврея и один грузин. Троцкий, Каменев, Зиновьев и Сталин. И Сталин, назначенный секретарем, орг, организовывать это все. Он смотрел, как Каменев и Зиновьев хотят уничтожить Троцкого из лютой зависти. И он им не мешал. А потом убрал их, потому что Троцкий был нарком военмор, потому что портреты Троцкого висели в каждом красном уголке, каждой части Красной Армии, потому что он был руководителем, создателем Октябрьского восстания и прочее. Авторитет был совершенно колоссален. Ему нужно было бороться за власть, потому что он обладал не большей властью так абсолютно законно. А вдобавок он был против вот этой монолитности партии, за разрешение любых внутрипартийных дискуссий, создание фракций и так далее. Но разве можно людям говорить такие вещи, что Троцкий был за то, что партия не превратилась в монолитную колонну идиотов, которыми управляет Щербатый, Усатый и так далее, и так далее. Но уж про Отечественную войну правда не знает никто никогда. Поэтому вот когда враг народа и предатель Виктор Суворов, он же Резун Владимир Богданович, написал Ледакова, страна разделилась на две части. Меньшая часть говорила «Вашу Марью Ивановну, как же мы могли этого не видеть?» И Буковский покойный написал ту статью, которая пошла в качестве предисловия к первому изданию «Монумент человеческой слепоте». А большая часть говорила «Да что слушать предателя?» Хотя провернуть Суворова невозможно. Но тогда получается, что да, Советский Союз никогда не отказывался от доктрины распространить советскую власть на всю планету. И да, действительно хотел организовать эту большую Вторую мировую войну. Никогда это официально не будет признано в России. Вот поэтому все оно и убирается, потому что, первое, кто владеет информацией, тот обладает властью. А власть – это вещь сладостная. Вот последний хранитель закрытых архивов, он млеет от того, что он знает, а вам много хотите, вам этого не положено. И второе, я могу распорядиться информацией так, и могу распорядиться информацией сяк. То есть, я буду воспитывать граждан, подданных, верно подданных. Ну, вот поэтому ничего не будет. Михаил Иванович, ваш коллега Александр Проханов, ну, во-первых, можете ли вы его назвать коллегой, называет себя монархическим коммунистом. А вы можете объяснить вот это понятие, как это все соединяется в голове, в принципе, интеллигентного и умного человека? Послушайте, не расчесывайте гонгурас. Мы с Александром Андреевичем знакомы лет приблизительно 15. У нас личное очень хорошее отношение, потому что он на самом деле человек умный, человек остроумный, человек яркий и так далее, и так далее. Но, ну, чего бы возьми, ну, как-то надо же, чтобы быть наверху, чтобы платили деньги, чтобы пару ставить под ветер и так далее, и так далее. Поэтому то, что он говорит официально, это не то, что он думает, а то, что нужно сказать для своего реноме, для своего положения, для своих дел, для своего официально известного статуса и так далее, и так далее. Так что вот эти глупости, вы понимаете, как это православные коммунисты, монархические коммунисты, это даже обсуждать не стоит, но это ерунда. Михаил Иосифович, говоря о России, почему, как вы думаете, может вы нам объясните и для наших радиослушателей, в России всегда существует у русского народа, я уточню, у русского народа, всегда существует любовь к тоталеризму. К сильной руке. К сильной руке, я правильнее выражу, к сильной руке. Я имею в виду и Ивана Грозного, и Петра Первого, и Иосифа Сталина, ну и сегодняшнего правителя. Вместе с тем, те люди, те правители, которые давали российскому, русскому народу относительную свободу, они как бы не в почете. Это и Александр Второй, и Михаил Горбачев. Почему это происходит? В чем проблема? Или не проблема? Вот в той самой книжке, которая называется «Наш князь и хан», которая написана очень лаконично, она тонкая, вы, после слове авторском, в конце, я говорю именно об этом. Почему так называемый лже-дмитрий, который был прекрасный государь, который дал свободу и так далее, и так далее, убрали к черту и устроили себе тоталеризм. Первое. Совсем не все, разумеется, тоталитаризм любят. Потому что люди инициативные, умные, энергичные, способные заваривать свое дело и объединять вокруг себя людей и создавать рабочие места и богатеть и делать богатой страну, они тоталитарную, централизованную власть не любят, она им мешает. Они хотят, чтобы им не мешали, то есть, дайте только мне работать, от власти требуется первое, чтобы бандиты не бегали по стране и второе, чтобы товарно-денежная система как-то более-менее вся функционировала. Больше мне надо ничего. Но что касается, вот это речь идет о меньшинстве, ну или интеллектуалы, все эти, знаете, товарищи физики, лирики и так далее, что с них взять, это все меньшинство. Большинство же руководствуется чем? С социальным инстинктом. Нужно понимать некоторые базовые вещи, потому что без понимания базовых вещей совершенно невозможно понять частности. Именно об этом книга «Всё о жизни». Именно об этом ее первая часть, в которой всего-то 240 страниц, которая называется условно-необыкновенно весело-нагло «Всеобщая теория всего», разумеется, не совсем всего, но в общем и целом генерального направления жизни и деятельности человеческой. Так вот, человек, простите, сейчас я буду немного долго, на 6 до рекламы. Сколько у нас минут до рекламы, ребята? Четыре минуты. Я успею. Человек существует одновременно в двух ипостасях. Как индивидуум, и он стремится к личной свободе, личной безопасности, личному преуспеянию, и как член общества, член социума. Потому что вне социума человек, это человекоподобное животное, у него нет языка, он ничего не знает, он не является носителем ни малейшей культуры, ну, вообще не человек. И вот социальный инстинкт направлен на то, чтобы человек, как обезьяна, кстати, как многие животные, стайные, жертвовал собой ради своей группы, своего рода или своего племени, или своего народа. Потому что тогда выживет стадо, выживет род, будут переданы его гены, и он сам имеет, а не он, так его родственники, максимальный шанс выжить. Потому что один он никто, одного убьют и съедят, один он не передаст свои гены и так далее. Вот между этими двумя статусами, вот в этом выборе между предпочесть благо социума или благо личное, весь выбор, весь парадокс человека. И вот люди, которые даже не оперируют такими понятиями, у которых очень среднее образование, где они тоже ничего не усвоили, этот инстинкт они внутри имеют, носят, чувствуют, и они желают, чтобы их социум, их народ, их государство было как можно более могучим. А для того, чтобы оно было как можно более могучим, если нельзя самую большую науку, нужно соврать, мифологизировать историю. Если нельзя самый большой, я знаю, уровень жизни, наврать, ограбить, мифологизировать. Но великий правитель – это персонификация величия всего народа. А величие всего народа человеку потребны инстинктивно. И это нормальный абсолютный инстинкт. Это то, о чем писал Киплинг, которого позже идиоты объявили бардом империализма. То есть в любых скитаниях под чужими небесами великое счастье от рада сказать «Я гражданин великого государства». Вот почему, понимаете, Сталин. Сталин – это не сам по себе рябой, коварный, жестокий, черт, дьявол. Сталин – это персонификация не всего в Советском Союзе, а всего лучшего и могучего. Вот эти парады на Красной площади из фильма «Цирк», все эти ударные песни, все эти колхозники, которые в платьях радостно с песнями идут на поля. Вот все это равенство и прочее, прочее. А гонслагерей нам не надо, проклятые очернители, которые ненавидят Россию. Понимаете, вот какая история, вот это такая реализация ретроспективная социального инстинкта. Поэтому Сталин и самое последнее, часто приходится слышать, меня кричат эти фразы, вот русскому человеку свойственно стремление к справедливости. Я сегодня не готов назвать государство менее справедливое, чем российское. Как, как грабится народ, как все вывозится за бугор, сколько лжи, понимаете, сколько казнократства. А справедливость это что-то такое, что вот хорошо бы, чтобы справедливость. И вот поскольку так было всегда, то вот эта мечта о том, что великий правитель свернет шею ворам и бандитам и наведет справедливость и все нас будут бояться и уважать. Вот она так и персонифицируется. Потому что на самом деле в основном вечно сидели в дерьме, да еще с колодкой на шее. Михаил Евгеньевич, мы сейчас уходим на рекламную паузу, через пару минут вернемся. Огромное вам спасибо, очень интересно. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, мы возвращаемся к программе полиции Фермании, радиостанция «Народная волна Чикаго». Ведущие Эдуард Брумер и Геннадий Брумер. Мы продолжаем беседу с российским прозаиком и философом Михаилом Велером. Михаил Иосич, вы с нами? Да, безусловно. Михаил Иосич, сразу хотел бы поднять еврейский вопрос. В прошлом году на президентских выборах в США еврейская община, американская еврейская община в большинстве своем процентов 75 поддержала ныне действующего президента Джо Байдена. Как вы относите, как это объяснить американских евреев, вот их отношение к либерализму, социализму, и два слова о ушедшем президенте Трампе, как вы его видели? Я понял. Господа, два года назад с небольшим вышла книга, которая называется «Еретик». Книга эта произвела определенный скандал, и хотя там была весьма скандальна, последняя глава, большая, где-то 130-страничная, которая называлась «Русский путь», но ярче, я бы сказал, «Аластрия» отреагировали на первую главу, где примерно 65 страниц, и называется она «Евреи как авангард самоуничтожения цивилизации». Вот там, на пространстве 60 страниц, я отвечаю именно на этот самый вопрос. Все желающие, кому это действительно интересно, могут прочесть всю эту первую главу, которая вся, есть в сети, в открытом доступе. Вот если там брать, я думаю, в Яндексе, там просто легче искать по-русски, но то можно и в Гугле набрать «Веллер, еретик, евреи как авангард самоуничтожения цивилизации», то любой может прочесть бесплатно эти 60 страниц. На это в рамках нашей передачи ответить решительно невозможно. Но, вот если, ну, скажите что-нибудь, например, объясните нам в двух словах теорию относительности. Евреи в результате своей истории, в результате двухтысячелетнего отбора и эволюции на протяжении, считайте, если мы умножим, значит, 20 веков по 4 поколения, можно по 5, то, понимаете, полста поколений, это довольно серьезно можно выводить, обладают чем? обладают повышенной психической энергией. Еще много чем обладают, но мы говорим именно об этом. Повышенная психическая энергия побуждает, заставляет, направляет и так далее с выше-средней активностью воздействовать на этот мир и преобразовывать этот мир. Что это значит? На меня страшно обиделось когда-то Новодворская и друг ее Боровой, когда я сказал, увидев фотографию Новодворской на фоне американского флага, там в кофточке американского флага, что Валерия Ильинична профессиональный вот протестант от слова протест, профессиональный революционер, и если бы она родилась в Америке, она сидела бы в кофточке с серпом и молотом на фоне портрета Че Гевары, потому что доля человека в этом мире, в этой вселенной, это переделывать мир как можно активнее. Таким образом, если евреев поселить в сплошной социализм, как уже было в Советском Союзе, они начинают жутко протестовать. Или они хотят свалить к чертовой матери всеми способами, вплоть до угона самолета из этой чудесной социалистической страны, или они подпольно начинают изучать иврит и возвращаться там к корням, понимаете, какая-то нахуй, хотя сажали за преподавание иврита, то ли они еще черт знает, что делают, но они не хотят быть в первых рядах, вот Америка, елы-палы, но если их посадить в капитализм, они будут делать социализм для того, чтобы переделать. Но сейчас о роли еврея в мировом социалистическом религиозном движении говорить у меня нет возможности, про Российское, то есть Советское политбюро первого периода я уже говорил, но если взять всю германскую революцию, вся германская революция 1918 года не состоявшаяся и 1923 не состоявшаяся, ребята все евреи, то есть через Абрама и Офе, посла в 18-м году шли деньги и оружие, это, понимаете, Курт, Лавине и Левин, Баварская республика, это Роза Люксембург, которая была польская, еврейка и прочее, ну куда вы не плюньте, а если мы возьмем франкфуртскую философскую школу, там по-моему немцев один или два человека, это евреи все сплошь, чем они занимались, тем, что надо уничтожить существующий капиталистический строй, они сильно преуспели, когда они бежали, вот и Гитлера и некоторых пустили в Америку, а лучше бы ни хрена бы не пустили, то товарищ Адорна, товарищ Фром, прочие товарищи, они отблагодарили, вот смотрите, что делается кругом, почему, то что повторяю, мир переделывать, если послушать там досужих людей и так далее, то скажем так, члены организации, которая называется нация ислама, не отличаются повышенной любовью к лицам еврейской национальности, это я выразился со всей мягкостью пуховой подушки, понимаете, да, но тем не менее евреи были в первых рядах в 50-е и 60-е годы за освобождение негров, за интеграцию, за равенство и так далее, и так далее, ну и что, сынку, помогли тебе твои ляки, как спросил Тарас Бульба из известного романа антисемита, простите, ради бога, Николая Васильевича Гоголя, но время было такое, знаете, да, и вот поэтому эти ребята не только по инерции, не только вот по какой-то зашоренности, но потому, что они очень преуспевая, забыли, как это все делается, и оторвавшись от народа, презирая реднеков, то есть, им противно мысли, что реднеки создали эту страну, что они ее заселили, вспахали, отвоевали, подняли, это они защищали ее в войнах, это они построили дороги железные, шоссейные, и так далее, реднеки, реднек переводим на русский простолюдины, они презирают тупых простолюдинок, они-то умные, они лучше знают как надо, это называется перерождение элиты, они немного не понимают, что они делают, и мало их заставляли ботинки целовать, еще будут больше целовать, такие вещи всегда плохо кончаются, чем кончилась чудесная революция в России, тем, что евреи не успели только вывезти в Биробиджан, а поезд интеллигенции пустить под откос на Байкале, было дело, правда, да? так что здесь я повторяю, это повышенная энергетика вкупе с отрывом от народа, вкупе с тем, что уже забыли, насколько трудно даются деньги, карьеры и так далее, понравилось, понимаете, заниматься вот этим всем, вот, вот поэтому так оно и устроено, я пишу, вот в этой большой главе я пишу о том, что все это плохо кончится, что воздастся так, что будет очередная катастрофа, и будут стоять очередные вопли, за что, и почему антисемитизм, и почему нас вечно не любят и бьют, ребята, не нарывайтесь, не гневите Господа, потому что никогда евреи не процветали так, как в Соединенных Штатах последние 50 лет, но мы немного отвлекаемся, почему, что касается Трампа, послушайте, Трамп делал то, о чем все нормальные люди говорили уже десятилетия, да сколько можно заниматься дурью, сколько можно нагло лгать, сколько можно держать налево, сколько можно гробить свою страну под всякими смехотворными предлогами, как можно относиться к Трампу, то, что сделал Трамп за 4 года, другие не делали за 12, хотя про 12 мы знаем только одного, Рузвельт это отдельная тема, то есть возьмем ли мы его действия во внешней политике, все он делал правильно, и с НАТО, и с Китаем, и с Россией, и с Ближним Востоком, и с Палестинцами, и с Израилем, и с этой, понимаете, аферой под названием борьба за климат и так далее, и так далее, и с прекращением нефтяной зависимости, все было сделано правильно, и вот теперь вот этот парад уродов, вот эти две, вот эти две картонные марионетки, которые исполняют роли, потому что на самом деле господин Обама, господа Клинтоны, и так далее, и так далее, не считая Сороса, Кремниевой долины, и прочее, совершенно понятны, кто на самом деле рулит Америкой. Товарищем евреям мало не будет от этого нового правительства. Михаил Иосифович, как известно, последнее время Россия очень, ну, скажу так, сошлась с Израилем, и в плане политическом, и в плане военном, то есть, там есть личные отношения и Владимира Путина с Бениамином Натаньягу, и, наверное, есть какие-то общие цели. Как вы можете объяснить вот этот современный альянс, и чему он может привести в будущем? Скажите, пожалуйста, откуда у вас вот такая информация, на которой базируется такая точка зрения? Мне эта картина известна как совершенно иная, потому что Россия, разумеется, хочет сунуть лапу во все места, куда ее можно сунуть. Россия традиционно ставит на арабов, потому что Израиль был ориентирован скорее прозападный и проамериканский. Это началось вскоре после образования страны. И здесь о каком сотрудничестве может идти речь, когда неделя не прошло, как в Москве на уровне министра иностранных дел принимали делегацию Хезбаллы. Господь с вами, о чем вы говорите? Какие личные отношения? Вы знаете, у Сталина с Гитлером тоже были личные отношения. Риббентроп прилетал к Сталину, а Молотов к Гитлеру. Что значит личные отношения? Это все равно, что у Трампа с Путиным были личные отношения. Нет там нахрен никаких личных отношений. Есть там голые расчеты, потому что хотелось бы получить с Израиля всяких технологий и хотелось бы на политику Израиля как можно больше влиять, потому что Израиль, он, конечно, выгоднее, чем арабы, но на арабах мы ставим. Почему? Арабы глупые, арабы вечно режут друг друга. Вот там можно рулить, понимаете, забивать базы, в этих базах будут лакироваться корабли. Что толку с этого? Это другой разговор. Но отношения с Израилем, ну, разумеется, они не такие, какие после шестидневной войны, когда все, что могли сделать, это разорвать дипломатические отношения. Ну, а в новейшие времена их восстановили. Там близко нет никакого дружества, Господь с вами. Михаил Васильевич, а с каким литературным героем вы бы ассоциировали Владимира Путина? Помилую Бог, никогда мне такая мысль даже в голову не приходила. Нет, я не знаю, любое сравнение будет искусственным и натянутым. Чего-то даже думать я не могу в эту сторону. Михаил Иосифович, если изучать историю, да, историю России от три автора, Николай Костомаров, Николай Карамзин, Сергей Соловьев, на ком бы нужно остановить свой взгляд и из этих трех историков, кто ближе всех подошел к какой-то, может быть, правдивости и точности? Кого бы вы рекомендовали точности? Вы знаете, я бы рекомендовал всех троих. Карамзин взялся за это дело первый, Карамзин была вообще великая фигура, Карамзин родоначальник русского литературного языка, с Карамзина все началось не с Пушкина, Пушкин шел по карамзинским следам и так далее, и так далее. Костомаров отличался критическим и самостоятельным взглядом на вещи, Соловьев не наименее симпатичен, потому что его вечно уносило в православную метафизику, которая, я думаю, не имеет прямого отношения к истории. Так что Карамзин здесь как путеводитель, а Костомаров здесь как критик к путеводителю. Я бы сказал так. Михаил Осич, совсем недавно 90 лет отметили два достаточно интересных исторических личностей России. Михаил Горбачев, который, слава Богу, жив, и дай Бог ему здоровья, и Борис Ельцин, к сожалению, давно уже ушедший. Какое ваше отношение к этим двум личностям, и кто вам ближе? Вы знаете, это какие-то, это какие-то вы знаете, такие отвлеченные личностные вопросы, на которые, разумеется, толком ответить невозможно, потому что правильнее, наверное, как вы можете прокомментировать эти личности, и как вы к ним относитесь. Примерно вот так вот. У Горбачева были самые лучшие намерения, при этом, конечно, он хотел всего лишь реформировать Советский Союз, потому что ну, сыпало все к чертям свинячим, весь этот вывод войск из Германии, он же не потому, что приступ миролюбия, а потому, что не было денег, чтобы эти полмиллиона там содержать, понимаете, с этими колоссальными танковыми парками и так далее, и так далее. Кооперативы это не от любви к свободному предпринимательству, а чтобы поддернуть все хозяйство, потому что подсобные участки колхозников давали столько и сельхозпродукты, сколько все вместе взяты, соц, все эти объединения, колхозы и совхозы вместе в стране. А что из этого получилось? Следующий вопрос, потому что, конечно, и у него, и у его министров, и у советников ума и образования категорически не хватало, чтобы понять, что делать и как это произойдет. Вот здесь, понимаете, товарищи китайские, они были просто умнее. Ну, понимаете, китайцы вообще умные, и школу они прошли жесткую не так давно, как в России, и конфуций, опять же, вот, так что все это нужно, все это нужно держать было в руках, конечно, на переходе. А что касается Ельцина, ну, конечно, огромную роль сыграло оскорбленное ельцинское самолюбие. Это ведь именно Ельцин развалил Советский Союз, когда этот идиотский, так называемый, день независимости России, день независимости России означает, что Россию де Юре поставили в равные условия со всеми остальными республиками. Вот оно все и развалилось. И далее Ельцин не знал, что надо делать. Он ничего не понимал в экономике, и он ничего не понимал в том, как можно двигаться дальше. Он поверил так называемым чикагским мальчикам, это значит Гайдар, Чубайс и компания, а эти мальчики сами абсолютно ничего не понимали. Они начитались, наслушались Милтона, Фридмана, Монетаристская теория, а что такое жизнь, что такое люди, что такое страна, они вообще не знали. Они были кабинетные, они были редакционные и тому подобное. Кандидаты, понимаете, экономических наук, молодые коммунисты. Так что все это пошло в совершеннейшую, я прошу прощения, то место, где спина теряет свое благородное название. Так что в общем и целом, наверное, к Горбачеву я отношусь лучше. Но дело в том, что самый большой грех политика, для политика это преступление, это слабость. Если политик слаб, то все остальные его достоинства ничего не стоят. Горбачев оказался слаб для того, чтобы занимать этот пост в такой период. Поэтому все его намерения пошли на смарку. Ельцин был не слаб. Ельцин любил играть царя. Кто он был? Это же все секретарь обкома, понимаете? Что Горбачев, что Ельцин, что Зюганов, секретарь обкома в КПСС, они вам нарулят. Ну, вот они и нарулили. Так что отношение к Ельцину у меня где-то как-то не очень. Когда в 93-м против Конституции, против закона не приняли решений съезда Советов Российской Федерации, а это высший орган, когда расстреляли парламент против Конституции закона и когда сосредоточили буквально диктаторские полномочия в руках президента, вот тогда в октябре 93-го был заложен фундамент всей дальнейшей путинской России. Путин сам себя не придумал, Путин страну не разворовывал, Путин в президенты не лез, вот такой они сложили страну, вот такой им понадобился Путин, вот они в президенты поставили, вот они и получили. А расплатились так несколько олигархов, Березовские и его друзья расстались с жизнью, приложив руку, понимаете, к продвижению Путина, вот как-то вот так вот, так что трудно помянут людей большим добром, но по-человечески Горбачев мне безусловно симпатичен, доводилось мне сидеть рядом с ним за одним круглым столом, давно-то было 20 лет назад, доводилось мне с ним сидеть за столом вовсе даже, где выпивают и закусывают в узком кругу, и как-то, ну вот, он нормальный, ну не сцену-ка, ну чего же выходить. Михаил Иосифович, есть два таких высказывания, умом Россию не понять, это поэта Тючева, и у России две беды, дураки и дороги, приписываемые и Гоголю, и Щедрину, и даже Николаю Карамзину, а как вы относитесь к этим высказываниям, и актуальны ли они на сегодняшний день в России? Значит, я думаю, что на эти заезженные фразы можно наконец не обращать внимания, их уже заслюнявили все, кто не лень, могу только рассказать анекдот тех времен, когда Медведев исполнял обязанности президента, и в России четыре беды, и две вы знаете, а еще дураки и дороги. Хороший ответ. Михаил Иосифович, много лет назад, 50 лет назад, властители Медум советского народа были лирики и физики, в основном даже лирики и Беллахмадулина, и Вознесенский, и писатель, а вот Михаил Веллер сегодня это властитель дум в России? Во-первых, я не назову сегодня и вообще последние 15, скажем, лет властители дум в России вообще, потому что сегодня компьютер, интернет, социальные сети разобрали людей по интересам и компаниям, и вот некого такого единения в общих потоках не существует сегодня. Это нельзя сравнивать с тем, что было в 60-м году, или даже в 68-м году, в 70-м все уже начало закручиваться и сыпаться, понимаете, потому что вот тогда весь народ читал, скажем, Юрия Трифонова, весь читающий, 70-й, или тогда же весь народ читающий читал Чингиза Итматова. Ну, я не высокого мнения, как о литераторах и о том и о другом, но вот можно сказать, что они в чем-то были буквально властительными дум. Равно, кстати, как и Иктушенко, безусловно, и Вознесенский, и одно время Аксенов, если мы возьмем начало 60-х, сейчас такого просто нет. Я вам скажу, что когда у меня в 83-м году в Таллине вышел сборник «Хочу быть дворником», такой книги в Советском Союзе выйти не могло. Вышла она, ну, по определенному недоразумению, хотя там было очень много злоключений и выкидываний из издательства и прочее, но она не должна была выйти, но она вышла. И вот тогда, значит, я получил, хотя тираж был маленький, 24 тысячи для Советского Союза, в кругах читающих, литературных, университетских, редакционных, театральных, я получил тогда, скажем, вот эту широкую известность в узких кругах. Потом, когда вышел «Звягин» и потом «Легенды Невского проспекта», ну, они полетели большими тиражами, там стотысячные тиражи шли по нескольку раз в год и так далее, и так далее. И когда у меня в 68-м вышло «Все о жизни», это вот, скажем, в 2002-м году я заключил договор многолетний с самым крупным российским издательством АСТ, и оно сходу выпустило мой девятитомник и еще несколько это томов там по отдельности, а все же было в лотках, сейчас же лотки давно уничтожили, нет нигде никаких этих частных киосков книжных, магазинов осталось в шесть раз меньше, чем было в 92-м году и прочее. Тогда мои книги стояли на всех углах. Вот я входил на Арбате в дом книги и рядом с кассой вот этот девятитомник зелено-коричневый лежал с штабелями, чтобы брать было удобнее. Ну вот тогда можно было сказать, что что-то вроде такого властительства дум было, хотя самому о себе это вообще говорить невозможно. А сейчас вообще время совершенно депрессивное, репрессивное. Что вы, сейчас одни читают Гузель Яхину, которую я лично читать не могу, потому что это писатель для интеллигентных женщин. Потому что она не знает, о чем она пишет, они не знают того, о чем она пишет и что они читают. Другие читают Прилепина, который, конечно, скажем так, ну в общем совершенно конкультурно-продажный. Ему все равно воевать в Донбассе или быть ОМОНовцем в Течне или что-нибудь еще, ну потому что надо ставить «Парус под ветер», душа родственная Проханову. Понимаете, примерно так. Но опять же, вот есть люди, которые читают его. Так что с властителями Дум сейчас, вот я не знаю, может быть, наибольший властитель Дум на сегодня в России это Навальный. Михаил Иосифович, у нас пару секунд и такой тоже интересный вопрос. Ваши три самых любимых писателя, может быть, в исторической прозе, может, те, кто пишут вообще и философско-помбик. Я прошу прощения, совершенно невозможно, потому что было сколько-то сотен гениальных писателей и выделять из них каких-то трех я категорически не могу простить великодушно, потому что были люди, перед которыми можно только снять шляпу и людей таких, начиная с антистиной, с греческой литературы, было, в общем-то, довольно все-таки много. Ну, 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 как здесь можно кого-то назвать, вы понимаете? Михаил Иосифович, ну, наверное, последний вопрос, у нас есть возможность еще такая. А какой главный талант русского народа вы бы могли назвать? Объясню, быстренько объясню. Например, англичане хорошо шьют костюмы, да? Японцы хорошо делают технику, немцы, автомобили производят, французы, вина. А какой главный вы вот видите талант русского народа? лучшие и самые дорогие костюмы давно итальянские. Немцы очень качественно делают все, за что они берутся и так далее, и так далее. Так что, здесь нужно смотреть, по каким параметрам это делать, можно ли это назвать талантом? Вот, я бы, может быть, назвал, вы знаете, но тогда евреи подойдут под это определение, высокую выживаемость в любых условиях. но и вдруг я поймал себя на том, что такое время относится еще больше, чем к русскому. Михаил Васильевич, мы бы с удовольствием беседовали бы еще больше и больше, а, к сожалению, наш эфир подходит к концу. Мы хотим вам сказать огромное, огромное спасибо за эту беседу. Интеллектуальный разговор. И мы бы очень хотели, если это будет возможность, у вас будет время, с вами еще пообщаться, потому что вопросов у нас много, а времени оказалось не так, к сожалению, много нам бы хотелось. Мы хотели... Спасибо огромное, что пригласили. Я был очень рад, мне было очень приятно поговорить. Мы хотим вам пожелать здоровья, бодрости, оптимизма, и чтобы... Творческих успехов обязательно. И ваши книги выходили, будем так говорить, ну, если не каждый год, то по возможности. Чаще. Чаще. Да нет, почему же? Каждый год, и лучше не по одной меня это устраивает. Спасибо вам большое. Простите, но так оно и происходит. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего самого лучшего. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Кланяюсь всем. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова